Ни для кого не секрет, что в повседневной жизни и на каждом шагу мы можем получить травму, спускаясь по лестнице, готовя на кухне или выходя с маршрутки. Здравствуйте! Тема сегодняшней программы – травматизм. Фраза из кинофильма «Бриллиантовая рука» знакома многим. Каждый из нас не раз оказывался в подобной ситуации. Зимой прогуливаясь по улице, мы частенько смотрим по сторонам, но только не себе под ноги. В результате поскальзываемся и все, как в знакомом фильме. Только за прошлые выходные в травмпункт обратилось 180 горожан, а в прошлом году в гололед количество пострадавших доходило до 150 человек в сутки. Сегодня республиканский день профилактики травматизма. В нашей программе два героя расскажут свою историю травмы, а специалисты центра «Артамед» постараются им помочь. Теплое отношение и комфортные условия. Именно так встретили нашего первого героя Виталия в центре «Артамед». Будучи подростком, он много занимался спортом. Большие нагрузки, часы тренировок и полная отдача любимому делу дали о себе знать. Спустя 4 года после тяжелой атлетики у молодого парня обострились все спортивные травмы. На соревнованиях он не справился с нагрузкой, порвал мышцы, а сустав отломился, впоследствии неправильно сросся. Пока наш герой на приеме у врача, мы решили провести небольшое интервью. Пациент, который к нам обращается, конечно, это в основном пациенты, которые уже прошли послеоперационное лечение или консервативное лечение в условиях клиники, в условиях поликлиник города Гродно, в условиях травмопункта, куда обращается большая масса пострадавших с бытовыми травмами, с автодорожными травмами. Сейчас известно, учитывая наличие большого количества автомобильного транспорта, травма, травма уличная возросла, дорожно-транспортное происшествие, очень тяжелые видны травмы, сочетанные травмы. Поэтому пациенты, которые к нам обращаются, они уже какой-то этап активного лечения был пройден. И они обращаются сюда для того, чтобы получить функционально-восстановительное лечение. То есть с назначением физиотерапевтического лечения, назначением массажа, который улучшает кровообращение данного сегмента, восстановление движений в суставах, смежных с поврежденным сегментом, ну а также для выписывания, ношения определенной какой-то ортопедической обуви, стелек, супинаторов. Также обращаются к нам пациенты после оперативного лечения при деформациях стоп, кистей, рук, с врожденными деформациями, которые нуждаются также в восстановительном лечении, в массаже, в ЛФК. Самый распространенный способ получить травму – это выполнять свои простые домашние обязанности. Они называются бытовыми. Такой травматизм весьма высок и не имеет тенденции к снижению. Ведущей причиной этих травм около третьих случаев является приготовление пищи, уборка и ремонт помещений. Такие травмы у мужчин встречаются в 3-4 раза чаще, чем у женщин. Причем у лиц от 18 до 25 лет они возникают в 5-6 раз чаще, чем у людей более старшего возраста. Сюда обращается много пациентов и травматологического профиля, и с проблемами позвоночника, и разработки идут, вот разработки суставов верхних, нижних конечностей, потом остеохондрозы, сколиозы у детей. У детей плоскостопие идет, плосковальгусная деформация стоп идет. Это детский профиль, и часто у нас бывают, и детки вот маленькие, 3-4 года, и постарше немножко, вот они приходят. Здесь, конечно, в первую очередь им рекомендуют стелечки, которые вкладываются в обувь. Потом есть ряд упражнений, которые вот должны выполнять эти детки для того, чтобы у них формировалась правильная стопочка. Часто бывают пациенты, у которых переломы верхних конечностей, и тоже и лучевые суставы, и локтевые, и плечевые суставы. Вот, потом бывают, опять же, дети со сколиозами. Чем взрослее мы, тем старше становится наше тело. Физические нагрузки или тяжелый трудовой день влияют на наше общее состояние. В итоге, приходя домой, нам болит все тело, а накопленные за годы травмы неожиданно дают о себе знать. Люди, которые работают целый день в стоячем положении, это продавцы, там еще где-то на фабриках, на заводах. Значит, люди, которые имеют избыточный вес, и это в первую очередь страдает колено. Не столько тазобедренный сустав, сколько именно коленный. Потому что колено у нас рычаг. Мы сели за счет колена, мы встали за счет колена. Вот, и эта вся нагрузка распространяется именно на коленные суставы. Вот там образуются артрозы, артриты и гемортрозы, и все на свете там. Образуется, то есть, в общей сложности мало подвижность к коленному суставу. В первую очередь, нужно как бы себя ограничить в еде и дать нагрузку по поводу движения. Не надо сегодня бегать, как говорят, что «О, по утрам надо бегать, тогда у тебя будет все хорошо». Неправда. Потому что люди в разном возрасте могут по-разному себя вести. Если вы ускорите свою обычную ходьбу хотя бы на немножко, то есть пройдете этот отрезок дороги, которой вы идете там на работу с работы, чуть-чуть быстрее, это будет равносильно, чтобы вы пробежали там круг по стадиону. Редактор субтитров А.Семкин У нашего героя закончилась консультация со специалистом, и он отправился на первую процедуру. Сразу не больно не будет. Сразу будет больно. Но когда вы будете этому уделять какое-то внимание, хотя бы 2-3 раза, значит, у вас, естественно, увидится сразу результат. Не старайтесь дома давать на нее большую нагрузку. Ограничивайте пока нагрузку, потому что если сейчас вот того, что сняли гипс, вы начнете продуктивно ходить на этой ноге, у вас начнется воспаление, и начнется просто отек увеличивается. И дома по возможности, значит, стараться куда-нибудь повыше ее положить, чтобы здесь не было отека. Это самый главный аргумент. К слову, современная медицина постоянно развивается, и на данный момент существует множество приспособлений, которые могут обезопасить нас от травм и боли, или хотя бы уменьшить ее. Данная секция представлена ортопедической обувью. Значит, обувь здесь есть как для детского населения, так и для взрослых людей. Для повседневной носки и для использования в быту. Значит, вот одна из таких последних разработок сердских наших коллег. Ортопедическая обувь, значит, повышенная комфортность, которая может быть использована в быту. Значит, здесь какая особенность этого изделия? То, что имеет место углубленная пяточка для того, чтобы предотвращать смещение пятки, плюс супинатор продольного свода, пилот поперечного свода, бортик-ограничитель для пальцев, чтобы стопа во время ходьбы не, так сказать, выходила из изделия. Самое основное отличие то, что состав, значит, основание этой обуви, он позволяет при ходьбе получать достаточно хорошую амортизацию. То есть, сжимая вот основание подошвы этого изделия, мы видим, как она пружинит. То есть, при ходьбе улучшается амортизация, плюс еще поддержка продольного поперечного свода. Это основные отличия ортопедической обуви от обычной обуви, которую мы используем в повседневной жизни. Трикотаж, настоящий компрессионный трикотаж, он имеет дозированную компрессию. Это означает то, что степень сдавливания вен уменьшается по убыванию снизу вверх, для того, чтобы улучшать или наток, или лимфоток с дистальных частей конечностей к сердцу. Три класса компрессии. В зависимости от степени компрессии имеются показания, показания к его использованию. Он используется в качестве как профилактики, так и лечения сосудистых заболеваний, конечностей. С целью профилактики мы можем предлагать использование трикотажа у пациентов, которые входят в группу риска по венозной недостаточности со стороны конечностей. Это, в первую очередь, люди, которые сопряженность работы, длительная стоящая работа, длительная сидящая бухгалтера, длительная сидящая работа. Лица, которые находятся в помещениях с пониженными температурными режимами. Опять же, будущая мама, которая планирует беременность, планирует роды. Конечно, у них, у этих лиц, вышеперечисленных, вышеназванных, конечно, желательно использовать трикотажа с целью профилактики развития варикозной болезни. Показания к использованию, даже такие незначительные проявления со стороны вен, со стороны конечностей, как сосудистые звездочки, как поверхностная сосудистая сеточка, это уже является показанием к использованию. Тот же синдром усталых ног к вечеру, отеки ног, это уже является показанием для использования трикотажа. Боль в спине – этот недуг с развитием технологии стремительно молодеи. На работе мы сидим, приходя домой, мы продолжаем сидеть. Тяжелые портфели, неудобные парты и стулья не дают нашей спине быть красивой, ровной и здоровой. Профессиональное заболевание. Как правило, под этот диагноз подпадает любая болезнь, но в данном случае мы имеем в виду именно недомогание в спине. Например, нашу героиню Наталью уже несколько недель мучает боль в позвоночнике. Может, все дело в профессии? Ее работа связана с малоподвижным образом жизни, а больше с интеллектуальным трудом. Наташа – школьница. Ежедневно она проводит весь день за учебниками или сидит перед компьютером. В один прекрасный день ее мышцы заныли, разболелась спина и продолжает болеть по сей день. Стоит отметить, что не так страшен черт, как его боятся. С возрастом наши суставы и мышцы стареют, но чтобы это не стало болезненной проблемой, специалисты советуют прилагать небольшие усилия. К примеру, можно начать посещать бассейн или делать небольшую зарядку, но без излишней усердности. У нашей героини закончилась консультация со специалистом, и она отправилась на свою первую процедуру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Врачи назначает то, что ставит диагноз юношеский университет. О.Егорова В наше время очень распространенное заболевание, которое раньше редко встречалось у молодежи, но в связи с нашим техническим прогрессом, что все сидят очень много за компьютерами, и это очень характерно, и это очень серьезно, потому что это впоследствии может развиваться неправильную осанку, может развиваться даже искривление позвоночника. Поэтому, значит, массаж начинаем мы с поглаживания. При поглаживании пациент не должен ощущать никаких болевых ощущений, а только такое легкое, приятное прикосновение. Дальше идет следующий этап – это растирание. Это уже более глубокое воздействие на мышцы, и должна быть уже на коже выступление гиперемии, то есть покраснение кожи, что, в принципе, это наблюдается. Здесь пациент может ощущать тепло. Дальше третий этап – это идет разминание. Это более глубокое воздействие на мышцы, где непосредственно захватывается мышца и прорабатывается. Уже здесь выступает более такая гиперемия, уже покраснение кожи. Пациент ощущает тепло, чувствуешь? Болевых ощущений нет. Здесь обращаем внимание на мышцы, прямые мышцы спины, которые держат позвоночный столб. Это очень важно. Так, а сейчас мы обрабатываем край трапециевидной мышцы, мышцы шеи. В принципе, это здесь идет самое большое скопление молочной кислоты, которое вызывает болевые ощущения. И она в основном разгоняется, конечно, в больший процент это от массажа или у тех, кто регулярно занимается упражнениями. Ну и завершающая процедура – это вибрация. Охлопывание, поколачивание. Бывает прерывное и непрерывное. Непрерывное – это вот стряхивание, поколачивание, похлопывание прерывное. Ну и как я уже говорила, что каждый прием заканчивается поглаживанием, чтобы у человека оставались приятные ощущения. На манекине представлен корсет, который имеет среднюю степень фиксации. Значит, он представлен из, так сказать, основной части, которая ложится на область спины позвоночника от седьмого шейного позвонка до пятого поясничного позвонка. Сзади специальная широкая часть корсета, которая имеет в своем составе две металлические пластины с целью усиления фиксации, а также система таких боковых, можно назвать их петель, которая фиксирует область над плечей с поясом. Плюс специальная система липучек, которая позволяет нам увеличить степень компрессии, либо оставить в зависимости от комплекции или конституции человека. Что же касается фиксаторов суставов, крупных суставов, то у нас две известные товарные марки – это «Оптио» и «Ролет». Значит, они могут быть ориентированы как для обычного потребителя, так и для спортсменов. В частности, фиксаторы коленного сустава имеют полную степень фиксации. Специальный плотный неопрен, ленты, которые, опять же, фиксируют степень компрессии по окружности бедра и голени. И самое главное отличие этого изделия – то, что в своем составе они имеют металлические пластины, которые встроены в изделие в виде шарнира, позволяют человеку беспрепятственно двигаться в этом изделии, заниматься любимым занятием, спортом и проводить профилактику дальнейших каких-то травматических повреждений со стороны костей и суставов. Субтитры создавал DimaTorzok В свое время Шопенгауэр, немецкий философ, сказал, что здоровье до такой степени перевешивает все остальные блага жизни, что поистине здоровый нищий счастливее больного короля. Вы смотрели «Взгляд репортера». До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok